МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Буйный, больной, за что пациент избил врача скорой в Черкасской области и как в регионе намерены защищать медработников? Вылет отменяется. Как ревненские туристы стали жертвами аферистов и удастся ли вернуть деньги за путевки? Как 14 кандидатов усадить в 13 кресел и как уговорить коллег по парламенту начать обновление Центра избиркома? Эти вопросы полдня решали в парламенте. В итоге процесс не сдвинулся с мертвой точки. Почему голосование сорвалось и насколько это испортило отношения внутри коалиции? Обо всем подробнее далее в материале. С самого утра кандидаты в новый Центр избирком уже в сессионном зале. Все ждут, когда вопрос вынесут на рассмотрение, но он далеко не первый в повестке дня. Я знаю, что позиция Народного фронта дотягнуть до осени. То есть сейчас не принимать решение, потому что договоренности нет. Оппозиционный блок сразу заявляет о своей позиции. Их кандидатов в списке на утверждение нет, голосовать они ни за что не будут. Мы подали две кандидатуры, досвеченных юристов. Мы подали по квотному принципу. Мы должны иметь две кандидатуры. Но пропозиции президентам не врахованы. И представители нашей фракции не внесены в парламент для голосования за новый склад ЦВК. То есть наша фракция пытается отключить с контроля за будущими выборами. Принятие ЦВК в складе в таком варианте – это прямой шлях до фальсификации выборов. Потому что створение комнатной карманной ЦВК под президента Украины – это абсолютно противоречит будь-яким демократичным нормам в суспильстве. Поэтому мы не будем голосовать за новый склад ЦВК. Тем временем в блоке Порошенко торпедируют события. Расписали алгоритм голосования и потребовали от спикера немедленно с рассмотрением. Я уверен, что мы сегодня сможем это вопрос рассмотреть в следующем порядке. Сначала освобождение 13-ти членов ЦВК, которые всплыли, и голосование в алфавитном порядке согласно подать за тех кандидатов, которые были внесены в Верховную Раду. Мы сейчас всей фракцией наполягаем на то, чтобы Парубий, власне, поставил Центральную выборчую комиссию оновление этого склада. Мы не понимаем, что происходит. Спикер парламенту тянет. Хотя все договоренности уже есть. Все фракции выяснились. Не понимали такое расхолодление парламенту. Около полудня в зале начались подвижки. Прежде чем кого-то увольнять и назначать, там обменялись мнениями. Фракция Блоку Петра Порошенко вважает, что вопрос оновлении склада Центральной выборчей комиссии не просто назрело, а перезрело. И мы должны обязательно сегодня, как и запланировано, как и стоит в порядке в день, решить это вопрос. Но в других фракциях призыв БПП не поддержали. Центральную выборчую комиссию нужно было изменять три года назад, так как это предназначено Конституцией и законами. Потому что нужно идти честно победить, а не фальсифицировать выборы. А для того, чтобы честно победить, нужно восстановить порядок в стране и поднимать людям доходы, зарплаты, чтобы тебя люди поддерживали. Поэтому мы требуем от президента Порошенко выполнять конституционный свой обязан, унести подание на новый склад ЦВК, который будет представлять все политические партии, представленные в парламенте, и где не будет монопольного влияния на новый склад ЦВК. Чтобы люди имели честные выборы, а не фальсифицированные Порошенко. О необходимости присутствия кандидатов от всех фракций по очереди заявляют и в Самопомниче, и в Батьковщине. Но самая неожиданная оказалась позиция фронтовиков. Те отказались поддерживать своих партнеров по коалиции. 14 кандидатов на 13 посад, при том, что решения профильного комитета, что все подходят, скажите, пожалуйста, кто из них лишний? Поэтому я считаю, что эту авантюру мы не можем сегодня начать. Нужно продолжить так, чтобы все было соответственно к рекомендации ПРЭ, где четко сказано, что должно быть четкое представительство всех политических фракций и групп. Чтобы не осложнять ситуацию и не остаться вообще без ЦИК, спикер решил провести пробное голосование. Если мы снимем старый склад ЦВК, а новый не выберем, это нас в коллапс юридично ведет всю украинскую страну. Поэтому я хочу поставить на рейтинговое голосование вопросы о готовности входа в склад Центральной выборчей комиссии. Табло показало, что только 10 фронтовиков готовы рассматривать обновление Центра избиркома. Голосование провалили. Для меня достаточно странно, что представитель блока Петра Порошенко вносит вопрос в зал, который не согласован с Народным фронтом. Не договорились, все банально просто. Влада все никак не может между собой угодить наиболее залежных и наиболее подконтрольных кандидатов. Но мы выдавали свои голосы, но, на жаль, в коллег из владной коалиции голосов постоянно бракувало. На 13 вольных вакансий 14 месяцев, что не предпочено ни Конституцией, ни законом Украины. Мы требуем от Порошенко обеспечить конституционный процесс формирования Центральной выборчей комиссии и такой процесс, который отвечает международным обязанностям Украины. После голосования все руководство ушло на совещание. Фракция блока Порошенко показательно в полном составе ушла из зала, выдвинув ультиматум. Мы не будем принимать участие в никаком голосовании, по никакому вопросу, пока мы не повернемся к вопросу оновления склада Центральной выборчей комиссии. Это принциповая позиция нашей фракции. Как бы дальше, из цикла в целом, с работой парламента, главы фракции решали уже за закрытыми дверями и во время обеденного перерыва. Екатерина Лысенко, Ксения Провиненко, Вадим Ревон, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Верховная Рада и на вечернем заседании так и не приступила к обновлению состава Центра Сбиркома. Оппозиционные фракции отказались голосовать за предложенных кандидатур. В ответ в БПП снова объявили бойкот и большинство депутатов покинули заседание парламента. Главы фракции несколько раз уходили на совещание со спикером, но так и не смогли найти компромисс. Наша фракция приняла решение не повернуть в сессийный зал и не голосовать законы до тех пор, пока наши коллеги не пойдут на замену и обновление состава Центральной выборной комиссии. Это не треба блоку Петра Порошенко, это не треба президента Украины, это треба украинского общества. Не один месяц наша фракция наполягает на расследовании вопроса по ЦВК, но нам говорят, что давайте еще потягнем, а давайте еще потягнем, а давайте. Ну мы тягнули, 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 а дальше тягнути нема куда. Расследоватся ситуацию как штучно створенную парламентскую кризу коалиции. Они четыре года прекрасно делали бюджет, объединяясь вместе с олигархическими фракциями, а сегодня они не могут найти силы поговорить про ЦВК. Штучная криза заради развалу парламентаризма и перехопление деспотичной влады еще раз. Один из бастущих горняков Шахта Нововолынская госпитализирован. Напомню, шахтеры уже несколько дней отказываются подниматься на поверхность, требуют выплатить задолженность по зарплате, которая превысила полмиллиарда гривен. Сегодня горняки провели митинг возле Верховной Рады. Подробности расскажут наши корреспонденты. Под грохот шахтерских касок народные депутаты идут на работу. Перед Верховной Радой собрались более 500 недовольных шахтеров со всей страны. Среди них Алексей Горнорабочий от тесного забоя шахты в Украинске. Утверждает, работники горнодобывающей промышленности вынуждены выживать. Жить невозможно. Семьи кормить не за что. Сколько они платят? Ну вот я говорю, апрель месяц нам еще не заплатили. Уже июль месяц начался. Аналогичная ситуация и с технической базой. Жалуются горняки оборудований. Оборудование не обновляется. Уголь добывают чуть ли не дедовским методом. Финансирование ноль. Они только требуют, не платят ни денег, не влаживают денег. Так работать нельзя. Сколько в сутки даете? В сутки? Ну сейчас в среднем где-то около 800 тонн. 800 тонн? Это сажало участок. И это при том, что оборудование 70-х годов. Изменить ситуацию могли бы дотации с годбюджета, утверждают представители профсоюза. Но власти решили закупить импортный уголь. С митингующими встретились нардепы оппозиционного блока во главе с Юрием Бойко. Лидер фракции поинтересовался состоянием горняков 10-й нововолынской шахты, которая уже несколько дней бастует под землей. Сегодня ночью одного из них открылось кровотечение. Его госпитализировали. Остальные 46 шахтеров отказались подниматься на поверхность. Сейчас общая задолженность по зарплатам достигла почти полумиллиарда гривен. Бойко потребовал отчетов профильного министра. В понедельник было закрыто заседание кабинета министров Украины. Я в месяц две постановы по перераспадению коштей и 318 миллионов закрытия поточки. Но без закона, который вчера, я думаю, в начальном комитете, я хочу подякувать, ваши представители поддерживали. Если закон не будет принят, то эта ситуация будет падать. Принять закон 8362, который позволит направить в угольную промышленность более 2,5 миллиардов гривен, шахтеры требуют уже третью неделю. Но в Верховной Раде, несмотря на многочисленные митинги, в повестку дня вносить законопроект не торопятся. Мы считаем, что если люди приехали за грошами, которые они заработали, то уряд должен их отдать. И сегодня заборгованность майже 500 миллионов. Сейчас 340 уряд знайшов. Сейчас они поехали, представители с нашими депутатами Министерства энергетики, и они получают четкий план, когда эти деньги будут доведены до них. Но кардинальное решение этого вопроса, вообще бомба была закладена, когда голосовал этот бюджет, или не враховали вымоги шахтеров тогда. Мы за это не голосовали, но за лишки право-владной коалиции, они протягнули это решение. И сегодня как раз это наследок того бюджета, который был принят. Представители оппозиционного блока потребовали от Рады внести в повестку дня и проголосовать законопроект 8362 в начале следующей пленарной недели. Александр Васильченко, Василий Миновщику. Подробности телеканал Интер. В госбюджете необходимо создать дополнительный резервный фонд для возвращения долгов по пенсиям и соцвыплатам для переселенцев. Об этом нардепы заявили на заседании парламентского комитета по вопросам соцполитики. Депутаты напомнили, что закон о таком фонде был проголосован в сессионном зале еще прошлой осенью, но финансовый резерв до сих пор не создан. Об этом должен был позаботиться Кабмин, считают нардепы. Я хочу предупредить, не дай бог украинская власть заберет у пенсионера-переселенца или жителя Донбасса, Луганской, Донецкой области, право на пенсию и право на голос. Тогда можно четко говорить, лавочка закрывается, нужно бороться за каждого гражданина. Нужно вырывать из лап оккупанта каждого гражданина. Нужно все делать для того, чтобы снова вернуть страну. Мы от оппозиционного блока подали все обращения в Конституционный суд, зарегистрировали законопроекты. Но сегодня коалиция блокирует рассмотрение этих законопроектов и их принятие в парламенте. Поэтому сюда приехали представители всех областей Украины, приехали общественные организации, приехали лидеры мнений. С одной целью донести до депутатов всех фракций. Сегодня необходимость срочного вмешательства в ситуацию. Отныне расходы на оборону будут составлять не менее 5% ВВП. Это прописано в законе национальной безопасности. Сегодня на заседании СНБО документ подписал президент Петр Порошенко. Согласно закону, министр обороны и его замов будут назначать из числа гражданских лиц. Кроме того, предусматривается разграничение должностей начальника генштаба и главнокомандующего ВСУ. Последнего теперь будет назначать и увольнять президент с подачи министра обороны среди основных и национальных интересов государства интеграция Украины в ЕС и НАТО. Возначается система подвищенной координации сил безопасности и сил обороны государства. Четко окресливается повноважение президента Украины как верховного главнокомандующего. Розписывается и детализируется действия в случае запроведения военного станка. Детализация этого законодательства подвищает и эффективность наших действий. Шесть обстрелов с начала суток. Боевики по-прежнему нарушают перемирие на Донбассе. Возле Крымского обдивки и на Светлодарской дуге палили из гранатометов и стрелкового оружия. В районе Горловки открывали огонь по нашим позициям из крупнокалиберных пулеметов. Запрещенных орудий враг сегодня пока не применял. Никто из украинских бойцов не пострадал. Как восстановить Донецкую и Луганскую области обсуждали сегодня на заседании по вопросам реинтеграции Донбасса в Кабмине. По словам премьера Владимира Гройсмана, помощь этим областям нужно оказывать не точечно. В поле зрения правительства должны быть как социальные вопросы, так и помощь предпринимателям. На нужды регионов в этом году будет выделено 12 миллиардов гривен. Премьер призвал местные власти рационально осваивать эти деньги. Не думайте категориями кількости объектов, а думайте категориями, что этот объект даст конкретно людине. Чтобы это был садочек, чтобы дитину можно было бы завезти в детский садочек, або школа, або поліклиника, або новая дорога и так далее. В том числе хочу подкреслить, что в неналежных условиях сегодня еще находятся люди, которые перемещаются через контрольно-пропускные пункты. И задача стоит, я думаю, что сейчас будут быстрее работы, что до наведения нормального элементарного лада. На бою САП завершили рассматривать дело о растрасе денег, выделенных на проект стенам. Теперь обвиняемые их адвокаты могут ознакомиться с материалами, после чего дело передадут в суд. Напомню, представители пограничной службы и бизнесменов подозревают в хищении более 16 миллионов гривен. По данным НАБУ, чиновники в документах завысили количество строительных работ, за счет чего якобы отмыли круглую сумму. Еще одно отравление новичком. За жизнь двоих британцев сейчас борются медики. Мужчине и женщине стало плохо еще в субботу, но только после проведения анализов. В военной лаборатории выяснилось, пара отравилась тем же веществом, что и бывший двойной агент Сергей Скрипаль. Что известно об этом инциденте, выясняла наш британский корреспондент Светлана Чернецкая. Уже пятый день в больнице в критическом состоянии. Сначала сознание потеряла 44-летняя Дон Стерджес. У нее начались судороги и пошла пена изо рта. Ее партнер, 45-летний Чарльз Роули, вызвал скорую и собирался навестить ее позже. Через несколько часов. Плохо стало и ему. Вдруг ему стало очень жарко. Пот палился рекой. Далее его поведение кардинально поменялось. Он начал издавать странные звуки. Также качался взад-вперед и даже не понимал, что я с ним в комнате. Было впечатление, что он в другом мире и галлюцинирует. Как оказалось, накануне вечером пара посещала Солсбери. Это соседний город, где произошло отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Вероятно, именно там и произошло заражение. Все места, в которых побывали Стерджес и Роули, сейчас закрыты для посещения. Первое, что приходит в голову, что пара имела контакт с остатками новичка, которые остались после атаки на Скрипалей. Возможно, остатки химического вещества выбрасывали в спешки и пострадавшие каким-то образом наткнулись на них. Только накануне вечером в секретной военной лаборатории Порт-эн-Даун подтвердили, в крови пострадавших нашли следы нервно-паралитического вещества группы «Новичок». Ее разработали в Советском Союзе в 70-х годах. «Новичок» блокирует сигналы нервных окончаний и парализует мышцы, что приводит к нарушению всех функций организма. «Задача нашего расследования – определить, каким образом эти два человека контактировали с этим нервно-паралитическим веществом. Сто моих детективов из контртеррористической полиции усиленно работают над этим, вместе с коллегами из полиции Уилшера. И, конечно, мы не исключаем, что все это связано с отравлением Скрипалей». Чтобы человек впал в кому, достаточно всего лишь капли новичка. И, скорее всего, вещество было в каком-то контейнере или шприце. Иначе через 4 месяца после покушения на Скрипалей его бы смыло дождем. Полиция склоняется к версии, что отравление пары – это случайность, а не спланированная атака. Они оба граждане Великобритании. И никаких российских следов или же связей со спецслужбами в биографии пострадавших не нашли. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Притеснение депортации журналистов, давление на СМИ и нераскрытые убийства репортеров. Такие проблемы в украинской медиасреде выделили в новом докладе ОБСЕ. Его подготовит представитель организации по свободе слова «Аль-Рлем Дезир». Дважды упоминается, среди прочего, и попытка поджога здания телеканала «Интер» в мае этого года. Орлем Дезир напомнил, что ущерба удалось избежать благодаря действиям полиции. ОБСЕ осуждают подобные нападения и призывают не препятствовать свободному распространению информации. Руководство «Арселор Миттал Кривой Рог» полностью игнорирует требования «Металлургов». Об этом заявил нардеп Сергей Каплин во время рассмотрения иск администрации предприятий от Национальной службы посредничества и примирения. Сегодня Киевский окружной админсуд начал рассмотрение дела по сути. Руководители завода требуют признать незаконную регистрацию трудового спора между ними и профсоюзом. Рабочие уже требуют увеличения зарплаты и улучшения условий труда. Такого нет в нижней стране мира, потому что властник идет к суду, когда происходит страйк. Ему наносятся много миллионов избитков. А тут парадоксальная ситуация. Властник пошел к суду, чтобы блокировать сам факт переговоров, который его интересов никак не порушил. Веденка руководства и юристов Арселору по отношению к своих работникам схожа на отношение рабовласника к раба. Затягивание дела, небожание сесть за круглый стиль, стиль переговоров. Им удобны сейчас страйки, беспорядки, остановление предприятий, не подходить к государственному бюджету, чтобы потом про спилки извиненить в дестабилизации ситуации. Но мы им такой возможности не дадим. Мировую экономику может ожидать повторение кризисов 98 и 2008 годов. К таким неутешительным выводам пришли американские экономисты. Что может стать причиной очередного коллапса? Коснется ли он Украины и как людям защитить свои деньги? Об этом далее в нашем материале. Замедление роста экономик развивающихся стран, сокращение мировых рынков и наоборот, чересчур высокие темпы развития в США. Все это может послужить началом очередного крупного финансового кризиса, как, например, 97 и 2007 года прогнозируют экономисты Бэнков Америка. Тогда, в 97-м, все началось с обесценивания тайской валюты. Мигом посыпались акции крупнейших фирм Малайзии, Южной Кореи и Японии. В считанные часы мировая экономика потеряла триллионы, а кризис разросся на весь мир. В 2007-м очередной финансовый пузырь лопнул уже в другой части света. В США разразился ипотечный кризис. Из-за обвала рынка ценных бумаг десятки тысяч американцев остались без жилья и работы. Причиной коллапса тогда назвали мошенничество со стороны крупнейших американских корпораций. Десятки топ-менеджеров оказались за решеткой. Сегодня, 11 лет спустя, устрашающим прогнозам своих коллег здесь, в Вашингтоне, верят слабо. Кит Ростен, юрист, занимающийся крупными инвестициями, уверяет с тех пор бизнесмены и власти вынесли много ценных уроков. В те годы рынок плохо регулировался. Кто угодно мог дать оценку, скажем, Вашему дому, написав, что он стоит несколько раз дороже. Потом вышли в банк и брали там на основе этих бумаг кредит. Однако сегодня это невозможно. Попытаешься обмануть – сразу сядешь в тюрьму. Ведь теперь банки проверяют все операции с залоговым имуществом вплоть до последних 150 лет. В украинской экономике новый кризис не грозит, уверяют экономисты. За последние пять лет наша банковская система уже и так прошла серьезную чистку. 90 банков стали банкротами. Многие по вине нечестных акционеров и заемщиков. Однако государство свои обещания по защите вкладчиков выполнило. Более двух миллионов украинцев смогли вернуть свои депозиты через фонд гарантирования вкладов. Начиная с 2013-го здесь выплатили вкладчикам более 88 миллиардов гривен. Вклады каждого украинца защищены надежно. Говорит замдиректора распорядителя фонда Андрей Оленьчик. Однако перед тем, как отдавать деньги банку, советуют все внимательно проверить. Варто зробити четыре речі. Річ перша. Все-таки, якщо сума перевищує граничного размера вкладывания, на данный момент цей 200 тисяч гривень, потенційно він може збільшуватися, але зараз цей 200 тисяч і саме 200 тисяч, то, якщо розмір вкладу перевищує цю суму значно, все-таки працювати з кількома банками. Другая рекомендация. Не майте справу з банками, які пропонують відверто неринкові умови. Третя. Якщо вже ви обираєте відповідний вид вкладу, якийсь депозитний продукт в банку, просто переконайтеся, що він гарантується. Ну і четверта. Така рекомендація. Уважно читайте документи, які підписуєте. К примеру, не гарантирується вклади в банковських металлах, депозитні сертифікати на пред'явителя или депозиты, які являються залогами по кредиту. Ісчерпываючий перечень таких вкладів є в законі, але саме головне – внимательно читати договор, советують фонди. Оксана Григорьева, Леонід Аборин. Подробності телеканал «Интер». Состояние девочки, которая отравилась в частному лагері под Києвом, по-прежнему тяжелое. Она подключена к апарату искусственной вентиляції легких. Ее жизнь до сих пор под угрозой. Об этом сообщил заведующее отделением інтенсивной терапії клиники Ахмаддет Александр Урин. Глава Минздрава Оляна Супрун заявила, що состояние ребенка стабильное. Це возмутило общественності експертов. По мнению специалиста, учреждення «Славутич» – це оздоровительний лагері санаторного типу, а значит, його должен был проверять Минздрав. Но из-за недоработок в законодательстві, утверждають експерты, эпидрасследования не проводились. Министерство охорони здоровья досі не затвердило порядок проведення эпидемиологичного розслідування, який мало що в 2000 році провести. То про що ми можемо говорити? Що стосується показників безпеки харчових продуктів, досі Министерство охорони здоровья не затвердило. Чотири роки, я ще раз нагадую, тривають популістичні реформи. Один ребінок на данний момент сейчас знаходиться в Национальной детско-специалізованій больниці «Ахмадед» в тяжелом состоянии. В свою очередь наш высококвалифицированный рентген-лаборант, исполняющий обязанности Министра здравоохранения, заявив о том, що з ребінком все нормально. Там їй потрібна була капельниця, некоторые лекарства, і все добре. Тут вже необхідна реакція Генерального прокуратури України. За відповідь віддавати успокоїтель, сломанная челюсть Черкасської області, очередне нападення на врача-скорай. В місті Ватутино буйний пацієнт відправив медика на больничну койку. За останні несколько місяців це вже дев'ятое нападення на сотрудників екстреній допомоги продолжить Станислав Кухарчук. Ось видно на знімку один злам. Ось тут трошки його прикриваю, ось інший злам. Це те, що спереди. І збоку все відломаний суставний відросток. Сергій профессіонально, але сквозь зуби розшифровує свою собственну томограму. За 25 років роботи в скорой госпіталізував не одного пацієнта. Теперь шутить. Видимо, прийшла і його очередь. Челюсть медику сломал буйний пацієнт, которому врач отказався продати успокоїтельне. Це був наркоман в стані ломки, так званій. Для нього відмови, словами, було достатньо, щоб він це забив. За безпорядження на нискільки вдарився. Все відбувалося ночі на вході в Батутинську станцію скорой. Мужчина зашов сюди абсолютно свободно. Прийомний покій ніколи не закривається. Ні охрані, ні навіть камері наблюдення. Ночне дежурство – ще той екстрим, уверяє фільшер Анна. Багато таких, ну як сказати, не можна сказати неадекватно це в рішенькарі. Але якщо неадекватною поведінку, то так буває, заходять. Ну, стараємося мирними, отак, путями говорить. А так, по суті, ну, роботаємо, працюємо. А як ми працюємо, то це вже... На станції работають в основному жінчини. І в случае чого, помощі їм ждать ніоткуда. Нападавшого на Сергея мужчину помог задержати водитель. Он как раз приїхав з вызова. Сьогоднішнього дня медицинський чемодан врача черкасской скорой дополнил ще один предмет. Тревожна кнопка вызова. Принаймні, що відбувається з медпрацівниками на виклику, про це будуть знати. І водій в кабіні, і державна служба охорони. Тревожними кнопками черкаский обласной центр екстренной помощи намерен в ближайше время оснастить все бригады неотложки. Це винуждена мера, говорить директор. За три місяці по області уже девять нападений на работников скорой. І вони случаються не тільки на вызовах. На мою думку, кожне приймальне відділення повинно, щоб була якась охорона. Або це пост поліції, або це приватна структура. Саме краще – це збільшення відповідальності за дані правопорушення, які повинні бути приняті законодавчим. Обідчику врача Сергея Киселёва грозит максимум три года лишения свободи. В полиції говорят, пока нападения на медика при исполнении ничем не отличаются от нападения на обычного прохожего. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности – телеканал «Интер», Черкасская область. Без отдыха і денег. В Рівні розгорелся скандал вокруг містной турфірми. Сотрудники исправно собирали деньги з клієнтов, обіщали шикарний віддіх, але ніхто за границю так і не виїхав. Що говорят обмануті туристы, слышала Снежана Седорук. Сейчас 38 425 гривень. Це тур до Єгипта. Светлана показывает чеки. За тур в Єгипет и Європу перечислила агентству 50 тысяч гривень, но никуда не уехала. Дочка позвонила за неделю до выезда, ей, что когда подойти, взять документы. Она сказала, что подожди, у меня арестованы счета, но все, я все решу за 2-3 дня. И все, и в агентстве никого не было, все было закрыто. И таких обманутых в Рівні десятки. Люди уверяют, хозяйка агентства деньги за тур убрала исправно, но время выезда постоянно переносилось, а потом и вообще отменялось. Деньги же никто им не возвращал. Город ровно маленький, и получается у всех одни и те же обещания. Деньги вернем. Когда? Непонятно. Но факт остается фактом. Мы никуда не уехали, то есть потраченные нервы, и никаких ответов у нас нет. Бороться за свои права клиенты решили сообща. Создали группу в Альбере. Сейчас там около полсотни человек. Все заказывали путевки в одном агентстве. И всех обманули. Решили обратиться в полицию. В чем заключалась вся проблема? Ваучер был, значит, страховый полис, который выдала мне компания, оказался не на нас, а на других людей. Тобто ваучер у нас был подробленный. В полиции говорят, хозяйка турагентства обманула не только жителей Рівны. Офис турфирмы сейчас закрыт. Собственность на связь не выходит. Администратор торгового центра, где компания арендовала помещение, сообщила. Договор давно разорвали и съехали. Турагентство не работает с червня месяца. Пока, по предварительным данным, убытки пострадавших исчисляются сотнями тысяч долларов. С такими деньками сетуют люди легко скрыться. И опасаются, что мошенница вполне может избежать наказания. Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривна. Подозреваемого в гибели известного автоблогера Андрея Василенко оставили под стражей. Так решил апелляционный суд Харьковской области. Напомню, 1 мая под Харьковом Toyota Land Cruiser вылетела навстречу и столкнулась с Chevrolet. За рулем Toyota был Дмитрий Адарченко. По словам свидетелей, он был пьян. Но тест на алкоголь пройти отказался. Известно, что Адарченко из состоятельной семьи. Сегодня его адвокат просил освободить подзащитного, но суд оставил его под стражей с правом выхода под залог в 520 тысяч гривен. К сожалению, он не осознает своей вины. У семьи погибшего Андрея Василенко он абсолютно не просил ни прощения, ни покаяния. Абсолютно ничего, что соответствует человеческим нормам, этике, морали и так далее. Поэтому мы здесь собрались, чтобы такие люди, как он, не смогли выйти на свободу, чтобы такие люди были наказаны по всем судебным правилам. Транспортный протест в Черновцах. Местные жители перекрыли дорогу возле самого крупного рынка в городе. Из-за чего водителям пришлось стоять в километровых пробках, выясняла Ольга Паломарюк. Такого крика и шума на Калиновском базаре в Черновцах еще никогда не слышали. Сотни автомобилей стоят в длинных очередях. Пробка из-за протеста местных жителей. Десятки людей перекрыли дорогу. Требует увеличить количество маршрутных автобусов. Это просто обидно за наш район. Люди имеют детей, внуки. Не имеют чем добраться ни в место, ни в поликлинику. Так называемый транспортный эксперимент в Черновцах начали несколько недель назад. Из-за нарушений контрактных условий. Горсовет расторг временные договоры сразу с несколькими перевозчиками. Теперь в некоторые районы города добраться можно исключительно на троллейбусе. Но самая сложная ситуация именно с Каличанкой. Районом вокруг Калиновского рынка. Люди сетуют. Маршрутки ездят с перебоями. А в центр города добираться приходится с пересадками. У нас одна маршрутка, которую финансирует наша міськая рада. Десятка А. То есть она ее маршрутка. Это просто развалюха. Она еде раз в час десять. То есть обид три часа. У них обида. И въедут до восьмой часа. А что делать после восьмой часа? Скажите мне, пожалуйста. За считанные минуты на дороге образуется километровая пробка. У некоторых водителей сдают нервы. Разъяснить ситуацию протестующим пытается водитель одной из маршруток. Говорит, увеличивать количество автобусов для этого района нерентабельно. В Горсовете тем временем объясняют о ситуации, знают и ждут предложений от новых фирм-перевозчиков. Но их пока нет. Но ждать люди не намерены грозятся вновь выйти на протест. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черновцы. Одесская киностудия может перейти в частные руки. Сейчас большая ее часть принадлежит государству. Но народные депутаты приняли в первом чтении законопроект, который может все изменить. Вскоре проведут окончательное голосование. Почему работники сферы кино выступают против этих нововведений, разбирались наши корреспонденты. Под легендарной бригантиной, логотипом Одесской киностудии, режиссеры, актеры, художники. На повестке дня судьба предприятия. Еще в 2011 году Верховная Рада приняла закон, запрещающий его приватизацию. Но сейчас Комитет по вопросам культуры и духовности разработал законопроект о господдержке кинематографии. А в нем затерялся, на первый взгляд, непримечательный пункт. Внесен пункт, который говорит о том, что нужно отменить закон 2011 года, благодаря которому Одесская киностудия на сегодня сохранена еще. И контрольный пакет акций государственной передать частным инвесторам. Собственно, этого и опасаются киношники. Говорят, в начале 2000-х частники, как акционеры, обещали построить тут едва ли не Голливуд. Но в итоге разруха, разбазаривание средств и потеря лучших кадров. Одесситы задаются вопросом, зачем отдавать таким хозяевам оставшуюся государственную часть. Мы очень хорошо знаем этих акционеров. И поэтому мы им не верим. За последние 10 лет ни одного фильма под маркой Одесской киностудии ни в эфир, ни в кинопрокат не вышло. Тогда получается, зачем вы акционировали студию? У противников приватизации есть своя версия. Зачем частникам понадобилась киностудия? Ответ простой. Довольно большой участок земли практически на берегу моря. Стоимостью в десятки миллионов долларов. Мы уверены, что главная задача тех, кто занимается этой приватизацией, это 7 гектаров на французском бульваре. За помощью кинематографисты обратились к народным депутатам. Отозвался Николай Скорик из АПО-блока. Он уже внес поправку в законопроект и предложил исключить из документа пункт о приватизации киностудии. Внесение возможности полной приватизации этого объекта с его возможным перепрофилированием, оно дает возможности для полного уничтожения киностудии. Естественно, мы будем это максимально озвучивать в зале всеми возможными способами, с тем, чтобы общественность увидела реальные действия тех, кто рассказывает, что он сильно печется об украинской культуре и развитии украинской кинематографии. В течение нескольких дней мы пытались получить комментарий участников, которые, собственно, сейчас руководят киностудии и выступают за ее продажу, но безуспешно. Что касается законопроекта, то в ближайшие дни профильный комитет должен рассмотреть его, чтобы затем вынести на голосование народных депутатов. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер Одесса. Сначала анкета, потом поездка. Европарламент изменил правила въезда в шенгенскую зону. Нужно будет заполнить электронную форму с личными данными и получить авторизацию для путешествия. Ее стоимость 7 евро. Платить эту сумму придется раз в три года. ЕС утверждает, проблем с анкетами возникать не должно. Их будут проверять по единой базе данных, чтобы не использовался украденный загранпаспорт, а путешественник не находился в розыске. Новая система заработает в 2021 году. Через два года внешние границы Евросоюза будут патрулировать 10 тысяч пограничников. Об этом сообщил президент Еврокомиссии Жан-Клод Гюнкер. Впрочем, депутаты восприняли новые меры весьма критические. Елена Абрамович расскажет больше. Все под контролем. Мигрантов будут селить в специальные центры, откуда те не смогут убегать. А на внешних рубежах Евросоюза появится береговая охрана и пограничники. 10 тысяч в общей сложности. Так отчитался перед Европарламентом о результатах саммита президент Еврокомиссии. Реформы внедрят в ближайшие год-два. Сначала предполагалась перспектива 2027 года. Теперь это перспектива 2020. В этой сложной ситуации Союзу было необходимо принимать конкретные решения. Депутаты в ответ стали жаловаться на отсутствие конкретики. Говорят, переход на добровольное создание центров для мигрантов – идея провальная. Так как ни одна страна сама предлагать этого не будет. Да и другие положения сомнительные. Если посмотреть на выводы саммита, вы выделили дополнительные деньги на 2019-2020 годы, чтобы начать охрану границ прибрежной территории. В противном случае мы не можем усилить контроль. И я не думаю, что идея Германии решит проблему. Вы рискуете вернуться к контролю на национальных границах, что фактически убивает Шенген. Берлин решил создать центры на границах, где будут проверять, в какую страну мигранты въехали с самого начала и отправлять туда, если у них нет родственников Германии. Это компромисс, на который пошла канцлер Ангела Меркель. Ее оппоненты требовали вообще закрыть границы для беженцев. Я убеждена, как и многие другие, что от того, как мы справимся с этой миграционной проблемой, зависит, выстоит ли Европа. Поэтому важно, чтобы мы пришли к этому соглашению. Впрочем, после такого политического решения в Германии, о намерении усилить свои границы, заявила Австрия. Избежать внутренних границ в Европе можно только, если функционально усилить внешнее, заявил австрийский канцлер. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Уже более 10 дней 12 юных футболистов и их тренер не могут выбраться из затопленной пещеры в Таиланде. И сколько им еще придется жить в подземелье, неизвестно. К ним добрались медики и доставили еду. Спасатели ищут альтернативные ходы к гроту и откачивают воду из пещеры. Если пойдут дожди, операция затянется на несколько месяцев. Среди спасателей, к слову, есть и украинцы. Это волонтеры Всеволод Коробов и Максим Полежака. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности Юэй. А завтра не пропустите итоговую программу. Подробности недели с Алексеем Лихманом. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.